Две бритвы после ремонта и заточки. Прислали такие вот две ненки Хенкельс и Дово. Дово не на водил. Ну такая тут, подозреваю, 70-е годы, возможно 80-е уже. Вот одна из моделей, когда стали делать уже с тремя пинами и все еще глубокими клеймами. Вот, имеет очень красивую ручку, пластик под приламутр. Просили особое внимание ручке уделить, но сделал все, что мог. Полностью удалена ржавчина с шильдика, ржавчина с обеих накладок по бокам от нижнего пина и клеймышка. Вот где-то что-то именно глубинные дырки может остались, но там уже ничего я с ними не сделаю, металл я не наращу. Вот, ну именно всю грязь, коррозию я убрал, отполировал, все как просили. Ну и саму ручку привел в полный порядок. Пин верхний оригинальный, я его не менял. Дальше сам клинок Эрль был в остатках былой позолоты, с бритвой не очень хорошо обращались, плохо сушили. Вот, но решил оставить в оригинале, пин верхний не снимал, именно очистил, куда добрался все. Вот, ну, скажем так, на будущее, если видите бритву в позолоте, именно старинную, и позолота, ну, такая прям уже в явных дырах, то меня жалко, фоток, по-моему, не сохранилось. Если сохранилось, я вставлю, в каком она состоянии до работ была, ну, вот, и в каком она сейчас встала, можно видеть. Если видите бритву с позолотой в таких, ну, серьезных коррозийных очагах, лучше ее не брать, потому что, ну, тут или надо полностью все удалять, вот, чего я не сделал, вот, или оставлять как есть, но тогда останутся небольшие очаги коррозии. Потому что, как бы, грязь я поубирал, вот, но кое-где кое-что осталось, потому что если тереть еще дальше и круче, то удалится вся оставшаяся позолота. Вот, просили сохранить больше к оригиналу, чтобы все было, вот, ну, и полотно, полотно протер, на полотне был огромный скол, я бы за такое вообще не взялся бы, и под реставрацию себе не покупал, потому что, ну, там, такой серьезный скол, не знаю, опять же, если фотки остались, я вставлю, покажу, вот, скол я выточил, вот, но, опять же, я предупреждал сразу человека, что брить она уже будет не так, как в заводском оригинале, потому что, из-за того, что скол довольно большой был, пришлось много сточить по низу, вот, поэтому выборка здесь была такая полная, даже чуть покруче, а сейчас такая между полной и половиной, то есть полотно в ширину уменьшилось, выборка немножко поменялась, опять же, из-за огромной точки пришло, из-за огромного скола пришлось вылезти аж на стабилизатор при заточке, вот, ну, и по итогу брить она, конечно же, будет и нормально, вот, но не так, как вот ее, когда выпустили на заводе, она была более нежная в плане реза, сейчас будет, ну, чуть-чуть пожестче, наверное, вот, но, опять же, выточил, бриться можно будет, и выборка осталась нормальная, вот, тут даже намека на скол нет никакого, я сейчас отдельно тесты покажу, вот, как она волос рассекает, ничто, ни за что не цепляется, все, проточил, вот, готового к этой, вот, такой вот футлярчик, в комплекте шел, футляр пластиковый полностью, как на хоффрицах был, вот, и на подобных немках, 70-х, 80-х годов, 20-го века, вот, и вторая бритва Хвенкельс, тут тоже, тоже браться не хотел, здесь на кромке, была огромная сквозная коррозия, ближе к носику, вот, тоже там довольно много, металла, она сожрала, вот, я сначала его немножко почистил, потом, естественно, заточил, вот, ну, получилось с обеих сторон проточить кромку, тут ни дырочки, ни намека на дырочку, нет, ничего, то есть, полностью все проточено, все в идеал, вот, ну, как бы, бриться можно, но, опять же, она тоже стала чуток поуже, выборка стала немножко не такая, как была в оригинале, вот, уже, как бы, не заводского оригинала, но, повторюсь, бриться можно, но, также, она была вся очень чернявая по спинке, ну, я это полирнул, практически в зеркало получилось, носик, спинку, эрль, вот, внутри немножко почистил, вот, Хвенкельс такой, тоже из, не очень старых, я думаю, это, возможно, даже послевоенная уже, вот, ну, или, может быть, сороковые, конец тридцатых, сороковые, ну, скорее всего, послевоенные, тогда именно такие гравировки стали цветастые делать, глубокие, вот, отполировал полностью шильдик, тут тоже следы коррозии убрал, ну, в общем, в принципе, все, как просили, по максимуму сделал, также немножко привели в порядок футляр, оригинальный от Хвенкельса, вот, теперь поинтереснее выглядит, вот, ну, и покажу как тесты проходит, начнем с ДОВУ, вот, тесты плюс-минус одинаковые, спешу их постоянно показывать, ну, вот, проточено от кончика пяточки до кончика носика, ДОВУ, значит, вот, это заточено, как прямая бритва, без улыбки, поэтому править на ревне ее надо, как прямую бритву, при этом, сталь, каленая, как на всех немках этих лет, довольно твердая, править надо с небольшим давлением дополнительным, акцентируя именно на кромку это давление, вот, тогда будет нормально направляться, ну, вот, если править ее, как обычную бритву, то есть, практически без давления, просто по ремню не туда-сюда гонять, как обычно, Англию правят, вот, то, эта бритва направляться нормально не будет, вот, здесь надо приложить небольшое давление, вот, ну, сейчас по распуску покажу это место, проточенное, вот, ну, в бритье, в принципе, ну, должна быть более-менее интересное, не супер, но более-менее, так, где там этот скол был, где-то вот здесь, с запяточкой, вот, сейчас зацепимся, ну, вот оно, это место проходит спокойно, и, в принципе, можно до носика довести, насколько тут волоса хватит, вот, то есть, тут ничего не осталось, все отлично проточено, вот, и вторая бритва Henkels, ну, по нему тут тоже нюансов никаких нет, правим, с чуть меньшим давлением, чем, вот, это вот, до, предыдущая, то есть, тут уже более, как обычная бритва, вот, хотя сталь тоже такая твердоватая, но помягче, чем у до Henkels, они вообще помягче были, всех лет, вот, плюс, эта бритва заточена с легкой, правильной улыбкой, здесь идет явное скругление к носику и к пяточке, вот, обух, он, ну, больше прямой, но с небольшими заворотами, и аналогично обуху проточена кромочка, вот, бритвы сегодня смогу отправить, скорее всего, ближе к вечеру, но там дополнительно спишемся, получилось сделать даже чуть раньше, чем я думал, так, на будущее, конечно, не советую самостоятельно, вот, что-то такое выбирать, потому что вы не увидите этих дефектов, когда их выбираете в объявлении, а потом мне их присылаете, я вижу эти дефекты, и часто даже смысла нету заниматься такими бритвами, вот, ну, по этим постарался сделать все по максимуму, все, на связи.